Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Че-то выглядит как-то очень всрапо. Выглядит, может быть, и средненько, зато гнёт весьма отменненько. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, капитан Очевидность и новый Квартер Сокол, что лично я с моим высоким знанием английского перевёл как квадратный круг наркомания. Новый пистолет-пулемёт, от которого никто не ожидал каких-то подвохов и сюрпризов, однако удивить он смог во всём. Поверьте, бесить он будет как самих инженеров, которые будут с ним бегать, так и их противников. И основание для того есть. Не буду держать какой-то интриги и сразу покажу, в чём дело. Всё сразу видно по ТТХ. При таком уроне и такой темп стрельбы. Слово баланс вышло из чата. Однако при таком темпе стрельбы у нас вот такой, сука, запас патронов. Варфейс превращается в Апекс Леджендс. И поверьте, такой запас патронов вас будет очень сильно бесить. Ибо вылетают они так, что вы даже не успеваете заметить. Только нажал кнопку и уже пора на перезарядку. А упрёки в стиле, а чё ты перезаряжаешься, как нубас после каждого кила, теперь больше не актуальны. И такой геймплей теперь не просто какая-то дурная привычка, а жизненная необходимость. В первое время играть с ним весьма больно. Именно из-за магазина. Кроме всего прочего, данный пистолет-пулемёт не обладает какими-то уникальными модулями. А вдобавок обладает просто фантастической для ПП-хи отдачей. Отдача просто улетает в потолок. Нет, может я, конечно, утрирую, но где-то на уровне старого Ктара она есть. И после Витязи и АМБ чувствуешь себя, ну, прямо скажем, не в своей тарелке. Однако всё это очень быстро прощается, когда ты начинаешь попадать. И вот тут бомбить начинает твоих противников. И глубоко насрать, чем твой противник с АМБ, с какой-то новой штурмовкой, или даже с медик с дробовиком на малой дистанции. Когда ты играешь против инженера с данной новинкой, то часто тебе кажется, что игра просто лагает. Вот противник только начал выходить из-за угла, а твой труп уже успел охладеть. Спиливает эта пушка просто за мгновение. Да неужели она лучше АМБ? Да, капитан, очевидность. Эта пушка, друзья, лучше, чем АМБ. Я вам более того скажу, это вообще луч смерти. Против неё, по-моему, даже с Чапой страшно выходить. Вот вылетел ты со своей Чапой против какого-нибудь АМБ, дал не ваншот, вторым добил. А тут, если ты вылетел со своей Чапой, не ваншот дал, второго выстрела ты уже не сделаешь, я тебе обещаю. Потому что, по-моему, из этой новинки пули вылетают быстрее, чем Чапа делает второй выстрел. Вахуй просто. Как я уже намекал, балансом здесь даже и не пахнет. Слава богу, у этой пушки есть хоть один недостаток. А именно, на дистанции она бьёт не так сильно, как в упоре. Однако, это не означает, что она совсем плоха на дистанции. Это тоже надо учитывать. В итоге, мы получаем какую-то странную пушку, просто ультимативную против противников, при этом бесячую своего владельца из-за малого объёма магазина. То есть, всё-таки её точно стоит крутить. Крутить не стоит, но выбора нет. Вангую, паблик просто утонет в этом оружии. Ситуация, мне кажется, будет схожа с Сиг-МПХ. Многие вначале посмотрят, скажут, говно какое-то. Однако, потом, когда на РМе их АМБ окажутся у них же между булок, народ дружно пойдёт донатить в Warface. Скажу честно, меня не бесит то, что наконец-то появилась там замена АМБ, которая однозначно на голову лучше её. В конце концов, АМБ вели уже, как бы извините, 100 лет в обед. Проблема тут в другом. С АМБ было приятно играть, это кайфовая беззвучная пушечка, практически безотдачная. А квадратный круг, это, знаете, какое-то недоразумение, неприятная отдача, малый объём магазина. Но при этом обстоятельства нагиба не оставляют тебе никакого выбора. Поэтому, если уж убодить имбу, то, дорогие Алодусы, пожалуйста, хотя бы сделайте так, чтобы с ней было приятно играть.